Очень классно, тихо, стоп! Да все, Эльдар, постой немножко, сейчас. Воларь, тихай! Время, время, ребята! Со спортом Глеб Протасов на «ты». Он постоянный участник различных соревнований. Одно из последних – Зорница. В будущем десятиклассник планирует стать учителем физкультуры. Реализовывать свою мечту юноша начал уже сейчас. Я пошел в психолого-педагогический класс, так как у меня мама учитель физкультуры. И я решил пойти по ее стопам. И вот появилась такая возможность из всех школ. Он тут открылся довольно отлично и довольно большие возможности. Поскольку, так сказать, можно тут обучиться тому, что пригодится в будущем на профессии учителя физкультуры или ОБЖ. В этом году во всех покачевских школах открылись профильные классы. В них готовят будущих учителей, медиков и нефтяников. Для города это абсолютно новое направление. Коговыми эта система уже отработана за партами 11-й А. В перспективе юристы, филологи, журналисты. Углубленно изучают историю, общество знания, русский язык и литературу. Эти предметы, уверены старшеклассники, непременно помогут выпускникам при поступлении в ВУЗы. Изучение предмета на углубленном изучении дает детям, конечно, базу, которая позволяет им набрать более высокие баллы на приздаче ЕГЭ. И, соответственно, пройти по конкурсной основе и поступить, наверное, на бюджетные места, что сэкономит бюджет родителей. Всего в Коговыми 80% школьников обучаются по программам с углубленным изучением определенных предметов. Пользуются спросом химико-биологический, социально-гуманитарный и индустриально-технологический. Традиционные классы уходят в прошлое, говорят педагоги. Заканчивая 9 класс, переходят в новую ступень обучения, сдают экзамены в 9 классе и потом по результатам экзаменов, в зачете по конкурсу аттестатов, дети зачисляются по желанию, по разным профилям. В нашей школе работают профили гуманитарные, естественно, научные, технологические и социально-экономические. И универсальные, мы его так называем, это дети, которые не определились с профилем, то есть с направлением, они идут в универсальный класс. Профильные классы – это не только углубленное изучение общеобразовательных предметов. Уроки для ребят здесь проводят в том числе и специалисты, реально работающие в организациях и на предприятиях города. И эти лекции самые интересные, признаются школьники. В четвертой общеобразовательной УРАЯ по специальной программе занимаются 15 учеников. Все они будущие студенты-медики. Что касается работы медицинского класса, ресурсного центра, то в данном случае мы взаимодействуем с медицинской академией города Ханты-Мансийска, с городской клинической больницей. И, соответственно, идут лекционные занятия, которые ведут преподаватели медакадемии, и экскурсии в отделении медучреждения. В конце обучения юноши и девушки сдают экзамены и получают удостоверения, которые дают преимущество при подсчете баллов к ЕГЭ. И наверняка помогут выпускникам поступить на целевые места высшие учебные заведения. После окончания вузов большинство из класса углубленки планируют вернуться в Урай. Я хочу стать медиком, и для этого нужна химия и биология, из-за того я выбрал эти предметы. Я хочу поступить в медицинский фуз, получается еще в Ханты-Мансийска, там пройти лечебное дело, а дальше уже по узкоспециальности. Пока одни осваивают азы фармацевтики и оказания первой медицинской помощи, другие знакомятся с процессом добычи полезных ископаемых. С начала учебного года в пятой школе Лангипаса распахнул свои двери для учеников корпоративный Лукоиловский класс. Шесть кабинетов учреждения наполнены современным оборудованием для углубленного изучения химии, физики, информатики и математики. Кроме того, функционирует каворкинг пространства с музеем. Его экспозиция посвящена добыче углеводородов. Реализация проекта стала возможной благодаря соглашению между правительством Югры и компанией Лукоил. В настоящее время ученикам предлагается большое разнообразие профессий на рынке труда. И такие проекты, как Лукоил класс, технологический класс, помогают им определиться, сделать выбор в профессии. Это позволяет более углубленно изучить, в моем случае, физику и математику. И в дальнейшем поступить в нефтегазовые вузы. К примеру, я планирую поступить в Коголымский университет, который также сотрудничает с Лукоил. И обучение в классе Лукоил открывает мне больше возможностей. Лукоиловский класс открыл возможность изучить более лучшую информатику, математику в моем случае. И открыл для нас отдельный кабинет, чтобы мы более лучше изучили и работали. Главная задача, которую ставят перед собой педагоги, подготовить выпускников с инженерно-техническим уклоном для обучения в вузах по нефтедобывающему профилю. Начали готовить будущих нефтяников в этом году и в Покачах. В перспективе этот профильный класс также станет корпоративным Лукоиловским. Большинство учеников о профессиях, связанных с добычей нефти и газа, знают не понаслышке. У Дарьи Швец оба родителя много лет трудятся в Покачевнефтегазе. Я мечтаю стать нефтяником с 9 класса. И когда сходила на профориентацию, то узнала о том, что в 4 школе открывается нефтяной класс, строится также отдельно нефтяной этаж. И я решила, что это отличная возможность. Тем более 4 школа заключила договор с Пермским нефтяным университетом, который строится в Когалыме. Такие классы не только помогают школьникам определиться с будущей профессией и подготовиться к поступлению. Огромные плюсы в профильном обучении отмечают и педагоги институтов. Ведь подготовленному студенту проще адаптироваться к обучению в высших учебных заведениях. Да и успеваемость у них значительно выше. Следовательно, из вуза выпускается специалист с хорошими знаниями, который будет востребован на рынке труда. Алена Валей, Дмитрий Огородников. При содействии коллег Наши Города.